27 марта. 107 день с момента выявления первого случая заражения коронавирусом в китайском городе Ухань 12 декабря. И 17 день с момента объявления Всемирной организации здравоохранения ВОЗ вспышки COVID-19 пандемии. По данным ВОЗ число зараженных в мире превысило отметку в полмиллиона человек 534 500 инфицированных плюс 37 762 человека за сутки. 119 951 человек выздоровел. Погибло 24 186 человек 1892 человека в сутки. Соединенные Штаты Америки обогнали Китай по числу зараженных коронавирусом в мире. На сегодня количество инфицированных США составляет 85 327 человек. В четверг 26 марта президент республики Шавкат Мерзиёев провел совещание по вопросам усиления противодействия распространению коронавирусной инфекции. Глава государства подчеркнул, что необходимо усилить ответственность каждого гражданина страны перед общей бедой. Подписан принятый парламентом закон об усилении ответственности за нарушение правил карантина. В соответствии с ним лица, поставившие под угрозу здоровье и жизни окружающих в условиях карантина, отныне могут быть лишены свободы сроком до 10 лет. Как сказал Шавкат Мерзиёев, какой бы развитой ни была медицина, сколько бы средств государство не выделяло, но если люди не будут следовать рекомендациям врачей, соблюдать правила карантина, все наши меры, труд сотен тысяч самоотверженных граждан, борющихся с пандемией, будут напрасны. В период действия карантина врачам, эпидемиологам, контактирующим с больными коронавирусом, осуществляющим деятельность на объектах, в которые помещены зараженные, будут ежемесячно выплачиваться поощрительные выплаты в размере 25 миллионов сумм, медсестрам и лаборантам 15 миллионов сумм, санитарным работникам 10 миллионов сумм, иным работникам 5 миллионов сумм. Кроме того, медицинским работникам, заразившимся коронавирусом при работе с инфицированными, а их 11 человек, будет выплачиваться отдельно 100 миллионов сумм. Дипломатические миссии сегодня работают над привлечением экспресс-тестов, медицинского оборудования и гуманитарных грузов из России, Китая, Сингапура, передовых и опытных специалистов из ведущих стран. Министерством здравоохранения финансов поручено закупить 300 тысяч экспресс-тестов и 500 аппаратов искусственной вентиляции легких, организации мобильных лабораторий в населенных пунктах с высоким риском распространения вируса. Суточный объем производства медицинских масок доведен до 5 миллионов штук. В Узбекистане штраф за передвижение в общественных местах без маски увеличили с 223 тысяч до 1 миллиона 115 тысяч сумм. Президент особо подчеркнул, что руководители некоторых регионов еще ни разу не выступили с обращением к гражданам и не принимают меры по разъяснению сложившейся ситуации среди населения. Не организуется на должном уровне соответствующая работа на местных телеканалах, газетах и журналах. В настоящее время в Ташкентской области возводятся две инфекционные больницы на 5 тысяч мест каждый. В ближайшие дни будет сдан в эксплуатацию первый блок на тысячу мест. Пресс-служба Хакимята города Ташкента сообщила, что первая партия палат для пациентов в будущей клинике в Уртасарае уже готова к отправке. В процессе подготовки контейнеров задействовано 2300 человек, а на производство одного контейнера уходит в среднем порядка 6-7 часов. Каждый контейнер рассчитан на трех человек. На данный момент к отправке готова первая партия контейнеров, состоящая из 1600 штук. В стране будут сформированы добровольческие дружины и студентов медицинских и военных вузов, организована доставка продуктов питания, средств гигиены и лекарств для одиноких пожилых, семей без кормильца, а также в отдаленные районы. 27 марта в 10 часов утра число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 83 человек.